Орлов Лог, поселок в Семилукском районе Воронежской области, между городом Семилуки и селом Девица, входит в состав девицкого сельского поселения. Лог – это широкий, значительной длины оврах с отлогими склонами. Поселок Орлов Лог является частью села Девица, расположен на правом берегу реки Девица, в 8 километрах от города Воронеж. На месте бывшего карьера по добыче глины имеется меловое озеро, излюбленное место отдыха воронежцев. Поселок был основан в начале 20 века для размещения рабочих, задействованных в шахтах при добыче глины. В настоящее время шахты не действуют, а район добычи огнеупорных глин сместился на юг и разрабатывается предприятием Воронежское рудоуправление открытым способом. В 1934 году было принято решение Семилукского райкома партии о строительстве школы в руднике Орлов Лог. В 1936 году Девицкая средняя школа распахнула свои двери для детей горняков и колхозников. Это была одна из самых первых школ в районе. На центральной площади села Девица рядом со школой и церковью стоит памятник «Горизонтальная плита» с черно-белыми детскими портретами. Рядом на холме маленькая стелла, на которой едва видна полустертая надпись «Вечная память юным героям». Юные герои – это семеро мальчишек, которых называют здесь девицкими орлятами. Это Ваня Зайцев, Алеша Жаглин, Митрофан Жарноклеев, Коля Трипалин, Алеша и Ваня Кулаковы, а также Толя Засторожнов из поселка Орлов Лох Семилукского района. В июле 1942 года немец занял все правобережье Дона в районе Воронежа. В оккупации оказалось и село Девица, что недалеко от Семилук. На его территории фашисты разбили лагерь для военнопленных, учредили военную комендатуру и отделение гестапо. Регулярно проводились операции по поимке партийных, выявлению семей командиров советской армии. Окупанты запугивали местное население, сгоняли на общественные работы, отбирали продовольствие, резали скот. Для жителей Девицы и многих других воронежских сел наступили трудные времена безысходности. Нельзя упрекнуть тех, кто под страхом смерти склонил голову перед обстоятельствами, смирившись со своей участью и участью своих соседей. Но нельзя и не восхищаться теми, кто преодолел свой страх и открыто вступил с врагом в неравную схватку с заведомо известным исходом. Так получилось, что в селе Девица и в ее окрестностях эту роль на себя взяли дети. Несколько бесстрашных сельских мальчишек из соседнего поселка Орлов-Лог наладили настоящую диверсионную работу в немецком тылу. Очевидцы вспоминают, как 13-летние ребята таскали у немцев продовольствие, чтобы потом тайком раздать его односельчанам и узникам концлагеря. Выпускали скот, ворованный у жителей. Словно настоящие партизаны, они рвали провода телефонной связи, поджигали склады с военным имуществом, крали оружие. Наносили вред автотранспорту, подкладывая на пути доски с гвоздями, сливая из баков горючее. Как-то даже столкнули немецкую машину с горы в речку. Однажды Орлята узнали про немецкий артиллерийский обоз со снарядами из 30 подвод, который двигался на передовую. Долго выслеживали его, ждали удобного случая. Таковой вскоре представился. У немцев война войной, а обед по расписанию. Так еще со времен прусского короля Фридриха Вильгельма I повелось. И вот дождавшись, когда все сопровождение обоза отправилось за едой, распрягли и разогнали лошадей. Немцы потом их до вечера ловили по селу, да и поймать удалось не всех. Так что утром обоз продолжил путь не в полном составе. Часть снарядов для передовой так и осталась в тылу. Диверсии юных партизан не могли остаться незамеченными. Немецкая полевая жандармерия получила распоряжение в кратчайшие сроки ликвидировать группу. Ребят схватили в ходе одной из проводимых ими операции под кодовым названием «Пакет». Смысл операции заключался в перехвате секретных документов штабных офицеров. Пионеры разрезали брезент немецких машин и похищали оттуда пакеты с важными бумагами, чтобы потом передать их в партизанский отряд, с которым мальчишки поддерживали связь. В декабре 1942 года, под самый Новый год, орлята отправились за очередным пакетом. Возможно, в этот раз они действовали недостаточно аккуратно. Или, может быть, немцы специально устроили для них ловушку. Но уйти ребятам не удалось. Орлят зверски пытали и допрашивали трижды в день, требуя сдать партизан, с которыми они работали. Издевательства длились месяц. В конце концов, не добившись ничего, фашисты вывели мальчишек в поле, дали им лопаты и приказали рыть себе могилы, а затем расстреляли. Это было 23 января 1943 года, за считанные дни, до освобождения девицы от немецко-фашистских захватчиков. Селяне перезахоронили мальчишек на местном кладбище. А спустя 20 лет, после войны, жители села обратились в райком комсомола с просьбой поставить памятник пионерам-героям. В день открытия памятника в 1967 году пионеры и комсомольцы со всех школ Семилукского района принесли в девицу по горстке земли. Эта традиция поддерживалась несколько лет, пока на центральной площади села не образовался холм славы, на котором сегодня стоит плита и над ней важные слова – вечная память юным героям. За могилой орлят ухаживают учащиеся девицкой школы. Они же придумали эскиз для нового памятника. Это будет стеклянная стелла с именем мальчишек и плита с кратким описанием их подвига. И звезда, как символ Великой Победы, на алтарь которой были положены недолгие жизни бесстрашных ребят. В 1963 году девицкая средняя школа по постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР была переименована в Орлов-Локскую среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу с профессиональным образованием. Также в поселке имеется детский сад, библиотека, клуб, имеется фельдшерско-акушерский пункт. Также там действует Орлов-Локский коммунальный комплекс, Воронеж-Паркет, агрокомплекс, а также розничная торговля продуктами. В трех километрах от поселка проходит автомобильная дорога федерального значения А-144. Автобусным сообщением поселок связан с населенными пунктами Воронеж, Семилуки, Девица, Стрелица, Бахчеево.